Эфир 24КИЗ продолжает новости. С вами Жанна Хусаинова. Здравствуйте. Касым Жумартукаев принял акционера крупной нефтегазовой компании «Лукоил» Багита Алик Первого. Собеседники обсудили реализацию совместных проектов в энергетической отрасли, рассмотрели и другие перспективные направления сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как «Лукоил», способствует модернизации энергетической отрасли и укрепляет экономический потенциал нашей страны. На пленарном заседании Сената сегодня рассмотрели проект закона трехлетнего республиканского бюджета. В целом, сенаторы его поддержали, но при этом инициировали ряд поправок. В расходную часть бюджета на следующий год предлагается дополнительно включить 60 миллиардов тенге, в том числе на региональное развитие. Первоочередными направлениями остаются выполнение государственных социальных обязательств, поддержка науки, образования и медицины. В частности, общий объем расходов республиканского бюджета планируется в сумме 25 триллионов 750 миллиардов тенге в следующем году, 23 триллиона в 26 году и 24,5 триллиона тенге в 2027 году. В ходе обсуждения сенаторы поднимали вопросы, касающиеся эффективного использования средств Национального фонда и диверсификации экономики, налоговых поступлений и роста инфляции. Говорили о необходимости ремонта теплосетей, гидротехнических сооружений, поддержки сельского хозяйства и повышения качества жизни сельчан. Документ с этими изменениями возвращен в Можилис. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ЛБСГ предусмотрено дополнительное финансирование для улучшения инфраструктуры сел, включая увеличение электрических сетей, развитие газотранспортных систем, ремонт автомобильных дорог. Одной из основных задач правительства остается диверсификация экономики, отметил глава Кабмина на пленарном заседании Сената. В этом году обрабатывающая промышленность по объему превысила сырьевой сектор. Показатели доли отрасли в экономике составили 47 и 45 процентов соответственно. Это результат снижения экспорта сырья и увеличения переработки, подчеркнула уже Азбектенов. Масштабные промышленные проекты реализуют во всех регионах страны. К примеру, в Атераусской области запустили производство полипропилена, а в Кустанае автомобильный завод. Импорт готовой продукции в этом году снизился, а экспорт вырос на 6 процентов. В области диверсификации экономики важным является поддержка местных производителей в части государственного закупа. Список казахстанских товаров мы увеличили от 1500 до 4500 позиций. В результате сумма заключенных с отечественными товаропроизводителями договоров выросла на 55 процентов и достигла 350 миллиардов тенге. Это большая поддержка. Еще одним важным шагом является заключение оффтейк-контрактов на поставку продукции с отечественными производителями. Правительство и фонд Самурказына активно работают в этом направлении. Общая сумма оффтейк-контрактов в этом году достигла 134 миллиардов тенге. Показатель в 14 раз выше по сравнению с прошлым годом. В области ЖТСУ на одной из молочно-товарных ферм уход за дойным стадом осуществляет робот. Благодаря ему поголовье содержится в весьма комфортных условиях. Ну а чтобы коровы были здоровыми и продуктивными, ведут круглосуточное наблюдение за состоянием каждой из них с помощью новейших цифровых технологий. Такая цифровая ферма в ЖТСУ пока единственная в своем роде. Здесь все продумано до мелочей. Климат-контроль с регулированием температуры и влажности, непрерывный рацион кормления. А процесс доения ведется без привязки к жесткому графику. Коровы свободно передвигаются по помещению фермы и только по своему желанию приходят к доильному аппарату. Здесь же робот-дойер определяет физиологическое состояние животного. И вся информация, включая количество и качество молока, отражается на мониторе. И таких машин здесь 10. Утверждает старший оператор Игорь Пузанов. Робот-дойер, машина, она полностью автоматизирована. Сама корову запускает, определяет, нужно ли ей даяться. Если нужно, омывает соски, выми омывает, подключает, дается корова. После доения обязательно процедура дезинфекции. Проект реализовали благодаря государственно-частному партнерству. Его стоимость почти 2 миллиарда тенге. Из Германии доставили 400 нителей галщинофрисской породы. Сутки с каждой коровы на цифровой ферме получают в среднем по 35-40 литров молока, говорит фермер Рахим Каримов. В прошлом году предприятие приняло участие в президентской программе «100 ферм». Мы по президентской программе тоже участвовали в расширении. У нас ферма была на 400 голов, мы расширились до 600 голов. В этом году мы приобрели еще два современных робота. В ЖТСУ сейчас насчитывается 36 молочно-товарных ферм. В прошлом году три из них по госпрограмме получили льготные кредиты на расширение, сообщил руководитель отдела животноводства областного сельхозуправления Мурат Клюбаев. По программе «Крупные проекты» у нас в этом году получили три молочно-товарных ферм на расширение в сумме 2 миллиарда тенге. Из них они покупают крупный рогатый сход с Европы, страны Европы, Дании, Венгрии, Германии. Получили этот кредит на 10 лет с 2,5 процента, 2 миллиарда. Пока по президентской программе 100 ферм с начала года в область завезли больше 870 голов элитного скота молочного направления. До конца года доставят еще больше 220 голов. Гульнар Жантасова, Хвануш Тугенбаев, 24 ТИЗ, область ЖИЦУ. В Казахстане со следующего года собираются внедрить систему подушевого финансирования в центрах по обслуживанию престарелых и людей с особыми потребностями. Вслед за детскими садами, школами и поликлиниками очередь дойдет и до медико-социальных учреждений. Для этого уже внедряют платформу «Социум». Какие возможности дает это цифровое решение, рассказали сегодня заместителю премьер-министра Тамаре Дюсеновой в Усть-Каменогорске. Она познакомилась с работой социальных объектов региона. Восточно-казахстанцы января стала одним из пилотных регионов, где опробовали новую платформу «Социум». Информационная система собрала воедино данные обо всех получателях соцуслуг. Для центра поселка «Солнечное», где проживают одинокие пожилые и люди с особыми потребностями, это возможность видеть все процессы в онлайн-режиме. Тамаре Дюсеновой показали и рассказали, как работает платформа. В будущем она позволит четко отслеживать, на что идут деньги при подушевом финансировании. Уже сейчас все сотрудники центра вносят туда каждый этап своей ежедневной работы. Мы сейчас планируем, если все нормально будет, выставить эту платформу сюда, чтобы родственники наших получать услуг, видели, как его состояние, здоровье, что он получает, чем питается, какие услуги ему оказываются. То есть, если деньги идут за клиентом, то и рассчитывать он может на лучшее обслуживание. Это залог здоровой конкуренции между центрами, поэтому в них уже сейчас стараются создать все условия для пациента. Вниманием не обделены не только одинокие пожилые, но и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родители. Бывший детский дом «Умет» считается одним из лучших в стране. Сейчас он переименован в Центр поддержки детей. Здесь сегодня проживает 160 воспитанников. В нашем центре не группы, а квартиры, и не коридоры, а улицы. И каждая при этом носит имя известных поэтов, писателей, общественных деятелей Казахстана. Вице-премьера отметила, что так воспитывается патриотизм. Ей в Центре показали, в каких условиях живут дети, чем они занимаются, и как их готовят к самостоятельной жизни. К примеру, ребят постарше обязательно учат готовить. Стараемся, чтобы все подключались, потому что самостоятельная жизнь подключается. Но и после выпуска дети не остаются один на один с внешним миром. Любой ребенок, который от нас уходит, мы его сопровождаем почти до 7 лет. Вот у нас двое поступили в Астану. За такой период мы уже раз в 5-6 съездили. Встречались с преподавателями. Мы спрашиваем, в первую очередь, как учеба, чем мы занимаемся. Всего в области в четырех детских домах сейчас находятся около 350 детей. По поручению главы государства делается все возможное, чтобы обустроить их в семьи. Но и в центрах поддержки для них создают все условия. Тамара Дюсенова заверила, что и после выпуска их обеспечат необходимыми льготами, чтобы облегчить им старт во взрослую жизнь. Финансовые нарушения больше, чем на 300 миллионов тенге с начала месяца выявили в школьных бухгалтериях страны. Недостачу обнаружили с помощью специальной программы Комитета внутреннего государственного аудита. Как сообщили в Минфине, информационная система позволяет заранее выявлять допущенные ошибки, причем доступ к базам у аудиторов есть во всех регионах. Подробности в следующем материале. Одним из самых распространенных нарушений стало незаконное завышение заработных плат. Так, в одной из школ Актобе бухгалтер, согласно документам, должен был получать годовую зарплату в 700 тысяч тенге. Однако на его банковский счет ежемесячно поступало от 3 до 5 миллионов тенге. Также были зафиксированы случаи перевода средств на счета фиктивных сотрудников. В одном из учебных заведений Караганды десятки работников получали зарплату, но деньги поступали на счета лишь двух бухгалтеров. Общий ущерб составил 207 миллионов тенге. Еще одной распространенной схемой стали многократные переводы крупных сумм из бюджета. Например, главный бухгалтер и учитель информатики в Петропавловске получали завышенную зарплату более трех раз в месяц, что привело к ущербу в 69 миллионов тенге. С начала ноября комитет внутреннего аудита Министерства финансов выявил нарушения на 306 миллионов тенге и направил свыше 200 уведомлений о незаконном переводе средств. Всего в этом году госаудиторы провели более 1300 проверок, почти половина из которых прошла в системе электронного контроля. Общая сумма выявленных нарушений приблизилась к 270 миллиардам тенге. Сегодня был показан проект, например, «Единая бухгалтерия госорганов», откуда мы могли бы видеть реальные затраты государственных органов и, соответственно, сверять это с потребностью, с тем, что у него есть, действительно, и тем, что госорган хочет. В дальнейшем предполагаем, что именно цифровизация при планировании, она поможет в этом отношении Минфину смотреть, где можно соптимизировать расходы, где они действительно нужны и так далее. Кроме того, для обеспечения полной прозрачности бюджета в Казахстане действует единый портал государственных закупок. Система позволяет отслеживать все тендеры в одном месте и контролировать соблюдение законных процедур. Амир Хайдаров, Серик Селебайулы, Руслан Алиев, 24КЗ. В Вашингтоне обсудили установление постоянных торговых связей с Казахстаном. Представители Конгресса заявили, что для этого необходимо отменить поправку Джексона Веника. Эта статья ограничивает торговлю со странами, препятствующими эмиграцией. Ее приняли в 1974 году и применили в отношении СССР. Тем не менее, эксперты утверждают, что действие этой санкции до сих пор наносит ущерб отношениям с Казахстаном. Для решения проблемы группа депутатов Палаты представителей еще в прошлом году внесла на рассмотрение Конгресса законопроект о нормализации торговых отношений с нашей республикой. Это нужно для торгово-экономического сотрудничества двух стран, считают конгрессмены. В связи с возрастающей значимостью региона этот вопрос должен быть решен. Откладывание вопроса или бездействия демонстрируют неэффективность и безответственность внешней политики США. Если другие страны, выполняя требования или просьбы США, не получают обещанных льгот, то в будущем они не будут заинтересованы в сотрудничестве. Поэтому мы продолжим работу в этом направлении. Юбилейный 20-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Башкортостане 26-27 ноября. Масштабное международное мероприятие соберет больше 400 представителей власти и бизнеса двух стран. Главные темы предстоящего форума анонсировали в Москве глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и чрезвычайный полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев. Казахстан и Россия взаимодействуют практически во всех отраслях экономики. В промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре, энергетике расширяется производственная кооперация. В этом направлении за последнее время уже реализованы 40 казахстанско-российских проектов. 33 находятся на высокой стадии готовности. На начальном этапе еще 61 совместный проект. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг рекордных 27 миллиардов долларов. Стратегическое партнерство выстроено на понимании взаимовыгодности сотрудничества. На благо двух стран, подчеркивают политики. Из 42 тысяч предприятий с иностранными женствами половина почти из них это как раз компаний, которые составляют из Российской Федерации 19 тысяч. Международственное отношение Казахстана и Российской Федерации в целом представляет собой системный процесс. И конечно же на эффективность, которая серьезно межрегиональные и приграничные контакты. Сегодня в процессе устроенного взаимодействия активно выучены 20 регионов Казахстана, то есть все регионы Казахстана и 7-6 объектов Российской Федерации. Посол Казахстана в России Даурин Абаев напомнил, что в этом году нашу страну посетили 6 российских делегаций. И представители 4 областей Казахстана побывали с бизнес-миссиями в российских регионах. Участники пресс-конференции отметили заметное влияние евразийской интеграции на экономические связи двух стран. Когда мы говорим о том, что с 2015 года Российская Федерация и Республика Казахстан удвоили свой товарооборот к 2023 году. То есть рекордные 2,4 триллиона рублей. В том числе благодаря тем возможностям, которые дают наши взаимоотношения в рамках сотрудничества независимого государства и Российского экономического союза. То есть это свободный рынок движения товаров, капиталов, работ, услуг, рабочей силы. В развитии казахстанско-российских отношений важнейшую роль играет приграничное и межрегиональное сотрудничество. Ключевой площадкой для диалога регионов уже почти 20 лет является форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В этом году он состоится в столице Башкортостана Уфе. Ожидается, что на пленарное заседание в режиме видеоконференции подключатся президенты Казахстана и России. Вообще в целом заявилось порядка 409 участников. На данный момент мы четко фиксируем количество участников и рост еще идет. Если говорить о российской стороне, то примут участие делегации 25 регионов Российской Федерации с участием непосредственно руководителей 9 регионов. По итогам форума в Уфе правительство Казахстана и России планирует подписать программу межрегионального и приграничного сотрудничества на 2024-2026 годы. План реализации программы предусматривает около 140 мероприятий по 12 отраслевым направлениям. Дана Нуржан, Шахзот Гомиров, Россия, 24КЗ. Четыре завода строят российские инвесторы в Петропавловске. На новых предприятиях будут выпускать строительные материалы, трубы, подъемно-транспортное оборудование и хлебобулочные изделия. Так местные власти укрепляют сотрудничество Казахстана и России. На одном из масштабных совместных проектов побывала Наталья Волкова. На территории специальной экономической зоны в Петропавловске российский инвестор строит завод по производству пончиков. Предприятие входит в топ-100 мировых кондитерских компаний. При выходе на полную мощность завод в год планирует выпускать до 15 тысяч тонн готовой продукции. По словам генерального директора компании Марины Баяндиной, инвестиции составят 37 миллиардов тенге. В прошлом году компанией было принято решение о расширении бизнеса и строительстве первой производственной площадки за пределами России. Мы выбрали специальную экономическую зону Казалжар благодаря определенным налоговым и иным преференциям, которые предлагаются для ее участников. Благодаря очень удобному географическому положению, которое позволит нам покрыть продукцией Восточную Сибирь и Дальний Восток. СЭС Казалжар привлекает якорных инвесторов, которые не только создают рабочие места, но и привносят на рынок новые виды продукции и предоставляют трансфер технологий. На территории СЭС Казалжар сейчас у нас работают четыре российских инвестора, которые планируют выпуск строительных материалов, труб, подъема транспортного оборудования, хлебопулочных изделий, долгого хранения. Идет активное увеличение объема взаимной торговли Северо-Казахстанской области и Российской Федерации. За 9 месяцев текущего года он составил порядка 480 миллионов долларов, что на 3,5% больше, чем за период прошлого года. Сотрудничество регионов дополняется и импортом сырьевой продукции из России, и экспортом казахстанских товаров. К примеру, крупные перерабатывающие предприятия в Петропавловске давно тесно взаимодействуют с российским рынком, поставляя сотни видов товаров. В прошлом году они продали в Россию товаров на 660 миллионов тенге. В планах директора управления предприятия Виктора Молодовского довести экспорт до миллиарда. 80% со всего получается экспорта это Российская Федерация. То есть весь объем, в большинстве это покупают они. Это и продукты питания, это изделия из пластика, бытовая химия. За несколько лет у нас появилась очень крупная сеть партнеров. Где-то мы напрямую работаем с торговыми сетями, где-то мы работаем через дистрибьюторов, оптовиков, где-то есть мелкие поставщики. Для улучшения эффективной работы мы создали несколько своих компаньонов, как филиалов в Российской Федерации. Экономическое сотрудничество Казахстана и России сегодня представлено 135 масштабными проектами. Совместные инвестиции создают новые производственные мощности, что способствует росту экономики и развитию инфраструктуры в регионах. Наталья Волкова, Конышко, Сбеков, Петропавловск, 24КЗ. Вы смотрите новости на 24КЗ и мы продолжаем. Жители северной части сектора газа не получают гуманитарную помощь более 40 дней, сообщили в ООН. По данным организации, армия обороны Израиля блокирует въезд в северную часть анклава, что лишает доступа к продовольствию, питьевой воде и медикаментам около 75 тысяч человек в городах Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Джабалия. Ранее в ООН предупреждали о высокой вероятности голода в этих районах. Между тем, ночью в городе Бейт-Лахии произошла массированная атака. Погибли по меньшей мере 66 человек. Бомбардировкам подверглись несколько домов, в которых находились беженцы. В армии Израиля утверждают, что эти здания использовались боевиками Хамас для планирования атак, укрытия и содержания заложников. Тысячи людей вышли на массовые протесты в Греции. Забастовка привела к перебоям в работе общественного транспорта в 70 городах страны, в том числе в Афинах, Солониках и Патрах. Не работают метро, автобусы и паромные переправы. Среди бастующих врачи, учителя, строители, пенсионеры и сотрудники транспортной сферы. Активисты жалуются на низкую зарплату и инфляцию. По их словам, из-за роста цен на электроэнергию, жилье и продукты питания, они едва могут покрыть свои базовые потребности. Отмечу, средняя зарплата в стране составляет 830 евро. Власти обещают увеличить ее на 120 евро к 2027 году. Однако активисты считают эту сумму недостаточной. Крупнейший американский автопроизводитель Ford сократит 4000 сотрудников из 28000 по всей Европе. 3000 из них только в Германии. Меру планируют реализовать до 2027 года, сообщается на сайте концерна. Кроме того, компания намерена снизить объем производства электромобилей брендов Explorer и Capri. Решение принято на фоне падения спроса на продукцию и роста конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, с начала года продажи электромобилей компании упали почти на 6%. Туристка из Австралии скончалась в Лаосе от предполагаемого отравления метанолом. Трагедия произошла в городе Ванг-Виэнг, где больше 100 человек пострадали после употребления контрафактного алкоголя, а 4 туриста погибли. Отдыхающим в хостеле предлагали бесплатные напитки, которые, как позже выяснилось, содержали метанол. Это токсичный спирт, используемый в промышленных целях. Полиция продолжает расследование инцидента. Другие пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Причиной смерти, скорее всего, стало употребление метанола из поддельного спиртного. Это яд, и его нельзя употреблять. Он вызывает отек мозга. В Исландии началось извержение вулкана Сунхнукур. Природное явление произошло на юго-западе страны, недалеко от города Гриндавик. С места, где расплывается лава, эвакуированы жители полусотни домов, а также отдыхающие из курорта Голубая лагуна. На кадрах видно, что образовалась трещина длиной около трех километров. Из нее вытекает красно-оранжевая лава, окруженная густым дымом. Это седьмое извержение вулкана за этот год. Последнее произошло в августе. Тогда под удар попала городская инфраструктура. С тех пор многие местные жители начали покидать свои дома. На территории Исландии насчитываются 33 активные вулканические системы. Биткоин вновь установил исторический рекорд. Его курс впервые превысил 97 тысяч долларов, пишет Bloomberg. Предыдущий рекорд составлял на 3 тысячи меньше. Больше 22% мировой активности на крипторынке приходится на Северную Америку. Стоимость криптовалюты продолжает расти с 5 ноября, когда в США прошли выборы президента. Трейдеры считают, что обещанная поддержка цифровых активов со стороны избранного президента Трампа может привести к ослаблению регулирования и стимулированию дальнейшего роста цены биткоина. Команда избранного президента даже обсуждает идею создать отдельную должность в Белом доме для регулирования криптовалют. Подобная позиция станет первой в своем роде. В Казахстане готовят проект подушевого финансирования детско-юношеских спортивных школ. Государственные средства планируют распределять в зависимости от числа учащихся. В пилотном режиме систему протестируют в Актюбинской и Карагандинской областях. Новые методики подразумевают 30-ти процентное повышение зарплат тренеров, улучшение их квалификации и обновление инвентаря спортшкол. Серьезные реформы намечены в программах подготовки олимпийцев, паралимпийцев и участников азиатских турниров. Об этом на встрече со спортивной общественностью Ридера заявил вице-министр туризма и спорта Серег Жаразбаев. Он заверил, что в городе продолжат строительство учебных корпусов местной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Мы пришли к тому, что система спорта, особенно в части подготовки спортивной резервы, детско-юношеской спортивной школы требует определенных изменений. В частности, перехода на подушевое финансирование со сметными. Это даст возможность перераспределить сегодняшние средства в сторону увеличения процентного соотношения на подготовку спортивной резервы, на приобретение инвентаря. Больше полумиллиона жителей Туркестанской области приняли участие в форуме по правоохранению и финансовой грамотности. На масштабное мероприятие агентства по финмониторингу пришли представители культуры, науки, спорта и бизнеса. Особое внимание привлек флешмоб, подготовленный молодежными движениями. В рамках форума для школьников и студентов устроили интеллектуальные викторины, панельные сессии и конкурсы. Психологи провели тренинги, направленные на личностный рост и профилактику зависимости от азартных игр. А творческие коллективы представили спектакль о противодействии лудомании. Как отметили организаторы, форум стал площадкой по обмену знаниями для повышения правовой культуры, профилактики наркозависимости и соблюдения кибергигиены. В ближайшие пять лет Казахстан планирует войти в топ стран, внедряющих искусственный интеллект. Об этом на неделе мировых знаний Нобельфест сообщил министр науки и высшего образования Саэсат Нурбек. Мировые эксперты и ученые встретились на одной площадке, чтобы обсудить технологии будущего и продвинуть передовые идеи. Трехдневная программа охватит вопросы нейронауки, генетики, медицины, возможностей мозга и трансформации личности. Говорили на форуме и о кибербезопасности. Автор книги «Искусство обмана. Социальная инженерия в мошеннических схемах» Кристофер Хедниги признает, что вместе с развитием искусственного интеллекта совершенствуются и мошеннические схемы. «Открытые источники дают нам огромные возможности и одновременно делают нас крайне уязвимыми. Благодаря интернету, а теперь и развитию искусственного интеллекта, узнать о человеке сейчас можно почти всё. Для этого мошенники используют различные манипуляции. Поэтому наша задача усилить работу по кибербезопасности, предлагать новые пути решения этой глобальной проблемы. Я же по-прежнему советую людям использовать известные только вашему кругу семи пароли, чтобы не попасться на уловки мошенников». «Принята в этом году отдельная национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта. Сейчас в Министерстве цифрового развития проводится огромная работа по подготовке кадров совместно с нами, по формированию Национального центра искусственного интеллекта, по созданию в Казахстане суперкомпьютерного кластера. Три суперкомпьютера на базе САДПАЭФ университета, Евразийского национального университета и в Аль-Фарабии уже мы привезли, установили самый крупный в Центральной Азии на сегодняшний день суперкомпьютер мощностью 2 петафлопса». В Караганде прошел отборочный тур интеллектуальной игры «Лидер 21 века». В совместном проекте агентства Хабар и Министерства просвещения участвовали 700 школьников со всей области. Во второй тур прошли 150 учащихся. Победители получат путевки в финал. Юные интеллектуалы со всех районов области собрались в Караганде. Отличникам учебы предстоит разыграть путевки на финал телевизионной игры «Жирмабреншигасыр Кошбашисы». Школьники волнуются. Их пришли поддержать учителя. Для Мирей Сержановой это не первое участие в подобных олимпиадах, поэтому чувствует себя уверенно. По ощущениям, все прошло прекрасно. Тест был в меру сложный. И включал в себя вопросы про разные сферы. Например, наука, спорт, культура. Моя цель – это попасть на республиканский этап и показать, что школьники из Караганды – они самые лучшие. И то, что я смогу показать все свои способности. По условиям игры на первом этапе школьники проходят тест из 30 вопросов. Заявку на участие в интеллектуальной игре подали 700 участников из всех школ области. 150 из них вышли во второй тур. На финальный этап поедут пятеро лучших. Эта интеллектуальная игра отличается тем, что здесь не только по одному предмету, а здесь вопросы, тестовые вопросы охватывают сферы спорт, культуру, также предметных знаний. И это нам дает выявить действительно особо одаренных, талантливых детей. Те дети, которые идут на республиканский уровень, также мы будем дополнительно с ними заниматься. Учителей и преподавательский состав из высшего учебного заведения. Участники второго тура сдали тест из 60 вопросов. На выполнение задания отпускается 1 час 15 минут. Победители определят по количеству набранных баллов. Их ждет участие в финале интеллектуального шоу агентства «Хабар», а также награды и ценные призы. Амир Хайдаров, Руслан Урланулы, Сайлау Игликов, Караганда, 24КЗ. В Туркестанской области приступают к посеву Саксаула на 25 тысячах гектарах в рамках акции «Таза Казахстан». Для этого закупили спецтехнику. Этот кустарник хорошо удерживает пески, поэтому с его помощью борются с опустыниванием. Параллельно приводят в порядок территорию Сайрам-Угамского государственного национального природного парка. От мусора уже очистили около 700 гектаров лесничеств, рассказал руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства Нурдаулет Уразымбетов. Площадь лесного фонда почти 3,5 миллиона гектаров, из которых 1,5 миллиона покрыты лесами. В рамках комплексного плана Комитета лесного хозяйства и животного мира в этом году высадили 29 тысяч саженцев плодовых деревьев. Работы в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» продолжаются на постоянной основе. Студенты Казахской национальной академии искусств имени Тимирбека Жургенова представили постановку «Кызжибек» в Москве. Спектакль прошел в рамках 7-го театрального фестиваля стран СНГ «Гитис Мастер-класс». Он собрал на одной площадке 7 театральных школ из Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках театрального форума состоялись показы студенческих спектаклей, круглые столы и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению от педагогов Гитиса. Преподаватели обменялись новыми идеями о методиках обучения актеров и режиссеров. В этом году студенты Казахской национальной академии искусства имени Тимирбека Жургенова показали спектакль по пьесе Габита Мусрепова на сцене учебного театра «Гитис». «Кызжибек» она давно уже играется в наших театрах. Именно наш спектакль, она отличается тем, что она более мистическая. Там много деталей, которые мы, как студенты, сами добавили. Режиссер постановщик спектакля Фархад Молдагали. Московская публика хорошо восприняла постановку на казахском языке, благодаря универсальному языку музыки и сценического искусства. Театральные критики отмечают растущий профессионализм студентов казахстанских театральных вузов. Привозят спектакли иногда национальные, народные, а иногда современные или классику. Каждый год они все улучшаются и улучшаются. Театральный фестиваль стран СНГ «Гитис Мастер-класс» представляет площадку для обмена опытом с 2018 года. И даже в условиях локдауна во время пандемии не прекращал свою деятельность. В этом году в «Смотре» принял участие еще один казахстанский вуз. Казахский национальный университет искусств представил постановку «Женитьба». Дана Нуржан, Шахзот Гамиров, Россия, 24 КИЗ. 200 спортсменов из 15 стран поборются за звание лучших в финале Кубка мира по рукопашному бою. Казахстанскую команду представят мастера спорта международного класса по рукопашному бою, Панкратиону, ММА, Жек-Пежек, Ефрейта, Раян, Турсын, Чемпионы СНГ по рукопашному бою лейтенанты Арман Ерменбет и Айдын Нуриддинов и другие. Среди девушек на ринг выйдут служащие вооруженных сил. Чемпион мира и Азии по ММА Толшин Жуматаева, Чемпион Казахстана по Панкратиону Зарина Ясполова, Боец профессиональной лиги восьмиугольника Антонина Котляревская. Чемпионат будет проходить по трем дисциплинам в разных весовых категориях. Победителей и призеров определяют как в личном первенстве, так и в командном зачете. В церемонии открытия Кубка мира с приветственным словом выступил министр обороны Казахстана Руслан Жексылыков. Сегодняшний Кубок мира по рукопашному бою – это не просто соревнование. Это уникальная возможность для демонстрации того, как спорт может объединить разные страны и культуры. Это значимое событие подчеркивает не только приверенность Казахстана спорту, но и наши традиции гостеприимства, открытости, дружбы между народами. На этом выпуск новостей завершен. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok